Основным качеством для аудитора, на мой взгляд, является умение работать в команде, потому что аудит это в первую очередь командная работа. Это понимание ответственности за то, что ты, как член команды, несешь ответственность за выполненную работу и понимание того, что если ты ее не сделал, то эту работу будет делать кто-то другой. Это на самом деле серьезно и в условиях жестких сроков проведения аудита, а это является одной из ключевых вещей в процессе аудита. Я считаю, что каждый член команды должен понимать свою важность, не принципиально какой участок работы он выполняет. Он должен понимать, что эта работа должна быть все равно выполнена, и если она ему поручена, он должен ее сделать. Умение работать в команде, опять же, осознание того, что ты несешь на себе определенную роль, которая важна, которая значима для аудита и работы всей аудиторской команды в целом, это тоже очень важный момент. Он должен хорошо понимать международные стандарты аудита, потому что, как правило, мы проводим аудит финансовой отчетности на соответствие стандартам МСФО. Он должен понимать основные принципы международных стандартов аудита. Он должен уметь логически мыслить. Вот это, мне кажется, один из ключевых моментов, который, наверное, является способностью, которая развивается и формируется не в тот период, когда он уже решил стать аудитором или пришел работать в аудиторскую команду. Это как раз способность, которая формируется, наверное, в школьные годы, студенческие и, ну, наверное, еще и является какой-то врожденной способностью. Это смотря какой должности мы ведем речь. На мой взгляд, работать в аудите нужно начинать с самого начала, то есть с самых низких позиций в аудиторской компании. Почему? Потому что это позволяет понять процесс аудита изнутри. Естественно, когда ты приходишь на позицию аудитора, менеджера, это очень сложно. И для того, чтобы так плавно в это войти, наверное, нужно иметь определенные способности и знания, и понимать, что если чем выше должность, тем выше ответственность. Это не означает, что чем выше должность, тем только выше, например, твое вознаграждение. Нет. В первую очередь это выше ответственность, это сложнее задачи, которые ставятся. Мне кажется, в идеале стартовая позиция – это должна быть первая позиция, которая есть в аудитерской компании. И на эту должность должен приходить человек, который не работал ранее в аудите. Я не говорю, что он не знает теорию аудита. Я не говорю, что он не должен знать теорию бухгалтерского учета или какие-то там, ну, какие-то азы. Нет. Он должен это знать. Но когда он приходит в аудитерскую компанию, на мой взгляд, это логично, если он будет начинать работу с самого начала. Делать простейшие аудиторские процедуры, участвовать в инвентаризации, то есть понимать, как это делается. Делать простые процедуры – они все значимые. И они, если они делаются, то они нужны для формирования в итоге мнения аудитора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова